Дебальцевский направление Бьет артиллерия по населенным пунктам, контролируемым ополчением. Поселок Фащевка – одно из мест, куда постоянно прилетают снаряды. На Дебальцевском направлении сейчас работают две команды. Первый – Славянский батальон, о котором мы не раз упоминали в наших репортажах, и недавно сформированный батальон «Август». Эти ребята совместно проводят операции по освобождению многострадального поселка Никишино и близлежащих населенных пунктов. Военные корреспонденты на этот раз приехали снимать работу корректировщиков. Но не могли не заехать, не поздороваться с командиром роты-байкером, который, несмотря на то, что его позиции без перерыва обстреливаются, пребывал в отличном расположении духа. И, как всегда, был рад видеть корреспондентов. Я комбанай эту шишину подкину так, нахуй же! Чуть позже байкер рассказал, что за день до нашего приезда в поселке Никишино была проведена операция, благодаря которой ополченцы уничтожили один КАМАЗ с боекомплектом. Из него успели выбежать около трех бойцов. Остальные остались в КАМАЗе, так как он сразу взорвался. И Урал с пехотой. Наши из ПТРД успешно выстрелили в двигатель. Когда Урал остановился, добили из РПГ-7. Пехота осталась там. А чуть раньше, в этот же день, силами ополчения был подбит БТР. Тут же приехал второй, для того, чтобы его утянуть. С ним история повторилась. Пехота, находящаяся в двух БТРах, пыталась потушить технику, но была добита из АГС и утесов. Украинская сторона подтвердила позже, что в этот день понесли потери в этом направлении. 36,02 и 73,00. На следующий день мы отправились на Кукушку. Несмотря на то, что на улице стоял жуткий мороз, парни находились на месте уже несколько часов. Все местные. Дружат с детства. Командир отделения корректировки и разведки Терек приехал из России еще в июле. Добровольцем. Значит, задача нашего подразделения, это разведка, наблюдение, корректировка. Это подразделение Пушкина. Стоим мы, и в частности смотрим мы, не говорю где, но это дебальцевское направление. Мы на Кукушке находимся, правильно? Мы на Кукушке находимся, да. Вот. Кукушка – это такое место, откуда многое видно, по разным причинам. Какие-то рельефы удачные. Поэтому мы можем при хорошей видимости, при нормальных погодных условиях смотреть, наводить и корректировать наш огонь, который поддерживает наши войска, которые, к сожалению, в связи с этим перемирием достаточно давно здесь стоят и не имеют приказа на продвижение вперед. Но на них постоянно выскакивают. Например, если мы возьмем соседнее наше подразделение, это рота байкера, там это подразделение бачи, и все это подразделение тигра, значит, которые держат оборону, сильнейшие идут бои. К ним со стороны каменки, ольховатки постоянно подходят подкрепления, пытаются прорваться, открывают огонь. Также с района Чернухина их отрабатывают. Иногда мы, при хорошей видимости, им помогаем, значит, отбиваться, и наводить нашу какую-то небольшую артиллерию, но только исключительно отвечая на провокационный огонь, тем более, что бьют они по населенным пунктам, в которых еще пусть немного, но осталось людей. То есть мы, в принципе, считаем своей задачей как бы не давать им такой возможности, подавлять эти батареи, да, вот, и, конечно, желательно их, так сказать, отодвинуть, потому что здесь вот есть рядышком многострадальная фащевка, которую тоже каждый день прилетает, хотя это и не считается какой-то такой передовой, окопной такой линией, но, поверьте, здесь все очень близко, и каждый день разрушены и горящие дома, и страдают мирные люди. Во время нашего общения в ИСУ начали обстреливать фащевку. С высоты пятиэтажки было видно, как снаряды ложились по мирному поселку. Впоследствии выяснилось, что никто не пострадал. Боекомплект из Д-30-х ложился по полю. Около шести залпов. По фащевке бьют? Да, по фащевке. Вот сволочи, а! Вот, сволочи, а! Получается, здесь нету никаких позиций ополченцев. Они бьют по мирным жителям целенаправленно. С наших позиций отвечали минометчики, которые успешно работали на погашение огня. Да, да! А у тебя здесь какая роль? Я радиотелефонист. Как? Радиотелефонист. Все время здесь, на этих позициях находишься, да? Ну, а подробнее, в чем задача заключается? Нет. Я ищу. Я ищу. Вот. Все время в течение хорошо. Да. Все время в течение Второе время в течение Все время в течение соседшей. В течение